Всем привет, друзья! Вы давно меня просили делать обзоры на легендарные матчи прошлого, но поскольку раньше мы жили в непрерывном потоке топовых матчей и горячих новостей, оглянуться назад буквально не было возможности. Но вот и нынешняя ситуация в мире идеально подходит для того, чтобы наконец-то сделать то, чего многие давно хотели. Это легендарные матчи, они потому и легендарные, что о них говорят как о настоящих чудесах, но я все же подойду к ним со своей, с более прагматичной и логичной стороны, но не для того, чтобы уменьшить степень легендарности этих матчей, а наоборот, подкрепить ее фактами. Хотя в некоторых случаях, да, разрушить эту легендарность. Но сегодня не такой случай. Один из лучших матчей, как мне кажется, для начала цикла подобных видео, является победа Киевского Динамо в Лиге Чемпиона в 97-м году на Камп Ноу над Барселоной со счетом 4-0. Этот матч окутан всевозможными историями и легендами, но сегодня мы постараемся разобраться, что же там на самом деле произошло с чисто футбольной точки зрения. Начать, я думаю, стоит с того, в каком положении команды подходили к данному матчу. Это был четвертый тур группового этапа Лиги Чемпионов. И в первом круге Киевская Динамо обыграла на выезде ПСВ, сыграла дома в ничью с Нью-Каслом и обыграла дома 3-0 эту же самую Барселону. Тогда каталонцы всячески не признавали закономерность этой победы Динамо и списывали все на банальное невезение для себя. Они могли, конечно же, говорить все, что угодно, но уже тогда было абсолютно понятно, что с Барселоной явно что-то не так в этом сезоне, потому что они в первом круге не смогли обыграть, например, Нью-Касл, они не смогли обыграть Динамо, то есть они проиграли обоим этим соперникам, и одно всего лишь очко за первый круг заработали дома против ПСВ. Итого, четвертый тур группового этапа Лиги Чемпионов. Команда с семью очками приезжает в гости к команде с одним очком. Единственная надежда Луи Ван Галла и его команды – это, конечно же, домашняя арена. Иначе вылет из Лиги Чемпионов. Высказывания самого Ван Галла по поводу того, что они снимут скальп с Динамо. Высказывания вратаря Барселоны Витара Бая, который сказал, что, господи, да я уйду домой пешком, если мы не обыграем Динамо, мы просто оставим за кадром, потому что это не более чем психологическая атака. Тогда в эти приемы еще верили. Из интересных футбольных исторических личностей в составе Барселоны, конечно же, можно отметить таких людей, как Луиш Фигу, как Ривалдо, как Карлос Пуёль на скамейке запасных. Кроме того, я бы еще обратил внимание на одного человека, на опорника Барселоны в данном матче. Это Альберт Селадес. Мы его сейчас знаем как главного тренера Валенсии. Да, он тоже тогда там был. В данном матче не смогли сыграть за Барселону такие люди, как Карлос Бускетс, это отец Серхио Бускетса, и Пеп Гвардиола. Он был травмирован. А состав Динамо мы все прекрасно знаем, потому что это была лучшая команда в истории Украины, собранная из украинских футболистов. На весь коллектив всего лишь два легионера, Белькевич и Хацкевич из Беларуси. Игра началась с того, что Барселона попыталась завладеть мячом, но их скорость мышления, скорость движения мяча не могла противостоять прессинг-ловушкам киевского Динамо. Важно отметить один факт, что обычно команды идут в отбор таким большим количеством игроков, по 4-5 человек, возле боковой линии, потому что там уже поле заканчивается, это дополнительная тебе помощь. Киевская Динамо в этом же матче шла в отборы, в коллективные отборы, создавала прессинг-ловушки на абсолютно любом участке поля и на открытых участках также. И несколько таких эпизодов за две минуты матча, вот тебе, пожалуйста, нервы сдают у Фернандо Коут, у защитника Барселоны, который на второй минуте зарабатывает желтую, которая при условии, например, использования ВАР в данном матче, например, это же прямая красная, сразу вторая минута. В то же время мы можем сравнить прессинг Барселоны. Да, конечно же, это прессинг на чужой половине поля, он не должен быть настолько агрессивным, как прессинг Динамо на своей половине поля, но в то же время мы видим, что Барселона никак не использует ситуации, где она оказывается в численном большинстве в зоне мяча для его возврата. Динамо в подобных эпизодах уничтожает Барселон. И вот здесь мы можем заметить параллели с современным футболом Юргена Клопа, с его гагенпрессингом. Да, зоны немного разные, но принципы игры абсолютно те же самые. А в составе Барселоны, в игре Барселоны, еще отсутствуют те самые принципы Гвардиолы, которые придут, когда уже Пеп станет тренером этой команды. Потому что они вот в данном матче имели много возможностей для того, чтобы вступить сразу же в отбор. Вот это самое правило Пепа Гвардиолы 6 секунд. Когда ты потерял мяч, но при этом у тебя есть численное большинство в зоне, ты должен сразу за 6 секунд максимум вернуть его себе обратно. В данном матче Барселона вообще подобным не занималась. В то же время, как противостоять такому компактному Динамо? Ну, разумеется, все очень просто. Ты должен уводить мяч в свободные зоны. Тем более, что этих зон много. Ну, раз уж 5 человек из состава твоего соперника сходятся где-то в одном месте, ты должен увести мяч оттуда. И, пожалуйста, вот те просторы, вот те скорости, разгоняй свои атаки. Но, поскольку в том составе Барселоны не было еще ни Хави, ни Иньесты, то игроки, которые даже получали мяч между линиями, эти эпизоды тоже были, они пока думали, что с ним делать, как разворачиваться. Их уже окружали со всех сторон, и Динамо возвращала себе быстро мяч. Картина игры и план Валерия Лобановского на данный матч, в принципе, проявились достаточно быстро. Барселона владеет мячом. Как только она пытается зайти в атакующую треть, Динамо включает прессинг, забирает мяч и пытается провести быструю вертикальную атаку. Поскольку Барса, владея мячом, играет с высокой линией обороны, то необходимо забросить мяч в глубокие пространства на Реброва, Шевченко или Косовского. Динамо забила после первой же голевой возможности. Правда, она возникла не после быстрой вертикальной атаки, а после стандарта. В данном эпизоде Андрей Шевченко врывается в зону 11 метров за спины игрокам Барселоны во время подачи Юрия Калитницева со штрафного. Важно отметить, очень интересный момент, что в подобной ситуации, когда игроки Барселоны, 5 человек, стоят в линию, все играют в зону, все смотрят на мяч, никто не смотрит на соперника, все смотрят на мяч. Вот в подобной ситуации современные команды создадут моменты в 90% случаев, поскольку Динамо опережало свое время, по мнению многих, а им создать момент здесь не составило никакого труда. Андрей Шевченко 1-0. Динамо так запугало Барселону в первые 10 минут своим прессингом, что у игроков Барс, у техничных игроков Барс, у звезд того времени были большие проблемы с первым касанием. Да, они могли получить мяч между линиями, например, но они постоянно принимали его спиной к чужим воротам и тут же разворачивали атаку назад, а не вперед, потому что они понимали, что сейчас сзади кто-то наступит, сейчас сзади будет кто-то прессинговать. И в данном матче, например, можем наблюдать картину, как будущий чемпион мира Ривалдо, не больше, не меньше, боится прессинга со стороны Юрия Калитвинцева. Юрий Калитвинцева, это вообще как бы не оборонительного плана полузащитник, он больше созидал в том Динамо, но в то же время он тоже работал командно в отборе. И Ривалдо боялся любого игрока Динамо, который сейчас сзади к нему подкрадется. Поэтому все, запугали, значит, никакой опасности не будет. Динамо вообще высоко не прессинговало. В данном матче три человека всегда встречали атаку Барселоны в районе центрального круга. Не выше, но и не ниже. То есть мы понимаем, что это был чистый средний блок, а не низкая линия обороны в гостях. Кроме того, Динамо сделала все, чтобы не позволить создать игрокам Барселоны голевые моменты, хотя везде перед этим матчем были сообщения о том, скажем, заметки в газетах о том, что Динамо, конечно же, классная команда, но индивидуально, индивидуально мы все уступаем звездам Барселоны. И вот глядя на этот матч из 2020-го, мы понимаем, что вот эти вот все клише, что индивидуально уступаем, а там мастерство выше, это не более чем дань тому времени. Ну, потому что невозможно было, чтобы украинские футболисты в 97-м году не уступали в мастерстве испанцам и португальцам. Хотя, глядя на этот поединок, мы понимаем, что, слушайте, если от кого мяч и отлетал, как от столба, то это от игроков Барселоны, от знаменитых звезд Барселоны, у Киевского Динамо, все передачи с правильной силой, с правильной точностью, да, конечно же, где-то там идет обостряющая передача, там есть ошибки, это нормально, в атаке все ошибаются, но приемы мяча нормальные передачи, осознанные, а игроки Барселоны, возможно, от нервов допускали технический брак. Так у меня вопрос, кто же в итоге уступил в исполнительском мастерстве? Безусловно, наши игроки продемонстрировали высокое индивидуальное мастерство. В таких играх демонстрировать индивидуальное мастерство очень важно. Постепенно игра начала раскрываться, но виной этому, виной, была не игра Барселоны, не смелость Барселоны. Да, Барса пыталась пойти все большим и большим количеством игроков вперед, это ничего не давало, но Динамо понимало, что ну раз уж они открываются настолько, то пора отдавать длинные передачи на нападающих и ловить их на этом. Тем более, что у центрального защитника Коуту желтая карточка уже со второй минуты поединка. В этом матче не так важны схемы, как роли и задачи игроков на поле, потому что, да, номинально киевская Динамо всегда в Лиге Чемпионов рисовали по схеме 4-4-2 с двойкой атаки ребров Шевченко, но по факту команда играла 4-3-3. Кроме того, в обороне тоже вроде бы как 4-4-2, но по факту 4-3-3. Но не так важна сама схема, а важно расстояние между игроками, как цифры опишут расстояние между игроками, потому что тройка в центре поля, которая и была фундаментом этих всех прессингов, это Гусин, Хацкевич и Калитвинцев, они играли очень близко друг к другу. И это во многом, опять же, ложится на современный Ливерпуль Юргена Клопа, потому что эта тройка была очень мобильная, она не разрывалась, она уничтожала соперников, она забирала любой мяч, как только она была где-то в зоне досягаемости этого самого мяча. Поэтому, как объяснить, например, тот факт, вот цифрами, схемами, что даже когда передача между линиями полузащиты и обороны проходила, то моментально Головко выдвигался на игрока, который принимает мяч и тут же его атаковал. То есть это никак из цифр не поймешь, что это 4-4-2, 4-3-3 или какая-то другая схема. Нет, это уже действия по ситуации, это задачи, личные задачи каждого футболиста. Поэтому циферки здесь, ну, как-то не канают. Смотря этот матч, четко понимаешь, кто лидер группы, а кто аутсайдер, потому что у команды Луи Ван Гала не было ни одного аспекта игры, который бы стабильно получался. Ну, хотя бы что-нибудь. Позиционка, она уничтожалась, а коллективный отбор Динамо. Контр-атаки были простыми и наивными, технический брак тоже был, передачи сквозь игроков Динамо почему-то не проходили. Как-то физическую эту задачу игроки Барселоны тогда, в тот вечер, не решили. А Динамо постепенно начала включать элементы уже высокого прессинга. То есть уже Динамо не только обороняет свои владения, а уже идет атаковать и забирать мяч у соперника на его половине поля и возле его штрафной площадки. Второй голевой момент у Динамо возникает опять после стандарта, точнее, после второй волны уже углового. Калитвинцев опять подавал, Гусин этот раз пробивал. И у Гусина возникает тут же и третий голевой момент, после которого он забивает гол. И вот здесь очень интересный эпизод, потому что все тогда во время трансляции подумали, что здесь был офсайт. Потому что поднял флаг боковой арбитр. Непонятно, как здесь можно было зафиксировать офсайт, потому что мяч летит от соперника на Гусина. Но потом уже во втором тайме крутили повтор, что вроде бы как Андрей Гусин здесь нарушил правила в борьбе. Он там потянул кого-то за плечо. Но, понимаете, учитывая то, какие нарушения не судились в этом матче, то, в принципе, это даже не нарушение. И, кроме того, важно еще обратить внимание на тот факт, что этот игрок, на котором нарушал правила Андрей Гусин, он не протестовал. То есть он не показывал ничем, что против него нарушили здесь правила. Но, окей, пока Динамо радуется, или, так скажем, не понимает, что делать, отмечать второй гол, не отмечать, что там фол, офсайт или что, Барса проводит быструю контратаку и выскакивает 3 в 2. 3 в 2. И в этом моменте Джованни, нападающий Барселоны, запорол абсолютно все. Он получил мяч в свободной зоне, у него было пространство. Он сделал так, что игроки, которым он мог отдать передачу, уже были перекрыты, он никуда не двигался. А этот удар полу с места, полу с разбега ни к чему хорошему для Барселоны не привел. И получается, что вот эта контратака, это и был тот шанс для Барселоны, чтобы вернуться в игру, чтобы немножечко заставить Динамо нервничать, но они ее запороли, и здесь многое уже стало понятно. Барселона по-прежнему не понимала, как же так начать и развить атаку, чтобы не потерять мяч после одной-двух передач в районе центральной линии, или, уж упаси Господь, на чужой половине поля. А Динамо постепенно включила свое оружие, передачи в глубину, на рывок Андрея Шевченко. У Барсы было последнее преимущество, которое вытекало из заметок перед этим матчем. Это, конечно же, индивидуальное мастерство. Это то самое техническое преимущество, с которым мы не можем сравниться, мы не можем ничего с ним сделать, и так далее, и так далее. Но Луиш Фигу находил момент для удара, бил очень сильно, но мимо. И вот после этого Киевская Динамо начала приступать к добиванию Барселоны на ее поле. Опять вернемся к разговору о том, что здесь схемы нифига не работают, здесь важен смысл игры, философия игры, а не вот эти вот все фишечки на поле, потому что момент со вторым голом. Вот как объяснить схемами и цифрами, что здесь произошло, когда Андрей Гусин, который, вспоминая этот гол через годы, он говорил, я не знаю, как я там оказался. На самом деле, если он и не может объяснить это словами, не мог, царство небесное, конечно же, если он не мог объяснить это словами, то, хотя я думаю, что прекрасно мог, он просто кокетничал на камеру, то здесь мы абсолютно наблюдаем такое, знаете, возрождение, или даже не возрождение, а просто применение тотального футбола в Киевском Динамо, потому что, ну как объяснить еще, голевую передачу Андрея Гусина, чистого опорника в данном матче с позиции правого вингера. Ну вот как? Это просто люди должны были понимать, что окей, здесь идет скрещивание, Гусин, Ребров, если Ребров уходит в серединку с мячом, значит Гусин видит пространство перед собой на фланге, значит можно его занять. Современные опорники этого не делают, ну потому что просто другой стиль игры, другой смысл, другие философии. Опорник свою работу сделал и занял свою позицию обратно, чтобы, не дай бог же, там контратаку не пропустить, потому что тогда с него будут спрашивать. В этом матче, в этом эпизоде Андрей Гусин видит перед собой зону и идет в нее до конца и получает туда мяч. Ведь заметьте, передачу Гусину отдавали не сразу, а еще через одного футболиста, то есть он не собирался, так скажем, бросать эту затею. Он собирался занять эту зону, он ее занял, он отдал кривоватую передачу, но эта передача была, это одна из легендарнейших передач Киевского Динамо, потому что именно после этой передачи, именно после этой свечи, Андрей Шевченко перепрыгивает вратаря, который играет с руками. Да, Виттер Бая не самый высокорослый вратарь, но все-таки как бы руки, ну не позорься, выйди, забери. И сам Шевченко сказал после матча, что Бая, конечно же, в этом эпизоде спижонил, хотя на самом деле не вижу здесь спижонства, просто Шевченко прыгнул очень высоко вместе с этим прыжком, взлетело в этот вечер, и цена на Андрея Шевченко. Конечно, он спижонил во втором мяче, я считаю, а так, забили нормальные мячи ему все. Ну и нельзя было его ставить, если бы я был бы, ну я не берусь там браться за, но человек не сыграл ни одной игры после такой тяжелой травмы выходить на поле, на такую серьезную встречу, но он взялся за игру, я думаю, если его поставить, значит он подвел команду. Эта цена поднялась еще выше после сольного прохода и пенальти, но все же важно отмечать, что третья голевая атака Динамо в этом матче, мы до сих пор говорим про первый тайм, на секундочку, третья голевая атака началась, опять же, с отбора на своей половине поля, когда Гусин и Хацкевич переехали Джованни. Это, что вы понимали, сейчас родни тому, что Буяльский и Шепелев переедут Луиса Суареса и начнут голевую атаку, где кто-то из нападающих в одиночку пойдет в дриблинг и заработает пенальти, а потом еще и забьет этот самый пенальти. То есть вот такого масштаба события происходили, и здесь тоже нужно еще сказать о том, что Шевченко шел очень смело в дриблинг, потому что у Коуту, у того же самого Коуту, у центрального защитника со второй минуты была желтая карточка. Хотя, конечно же, Шевченко и так бы пошел в смелый дриблинг, потому что за несколько минут до этого он шесть игроков Барселоны поперек поля обыграл. Поэтому понятно, что он был уверен в своих силах, он пошел, заработал пенальти, забил 3-0. И еще маленькая деталь, на которую мало кто обратил внимание. Этот самый Джованни. Попытался схватить за футболку Андрея Шевченко в момент исполнения пенальти, в момент разбега. Какой позор. Потому что именно Джованни хотел быть автором хет-трика на Компноу в первом тайме, а тут какой-то... Шевченко, кто ты? Человек. Итого, за один тайм Киевская Динамо повторяет то, что сделала с Барселоной две недели ранее за 90 минут. 3-0. Перерыв. На второй тайм Барселона, разумеется, выходит с опущенными головами, они понимают неотвратимость своей судьбы, они выходят туда как на расстрел, они не знают, что конкретно делать, они не понимают, как противостоять вот этому всему. И кроме того, Барселона, похоже, еще и была мазохисткой, потому что они любили делать себе все хуже и хуже. В начале второго тайма Серхи удаляется, удаляется за вторую желтую из-за нелепой и ненужной игры рукой. Вот я не понимаю, как можно быть профессиональным футболистом и вот исполнять такие вещи. Как? Ты думал, что никто не заметит, что это за рефлексы, ты в прошлом волейболист, в чем прикол? И что самое интересное, первая желтая у Серхи была в первом тайме за разговоры с судьей, он там оскорбил. Вторая желтая за нелепую игру рукой. Такое вот удаление. Знаете, хуже, чем это, может быть, лишь две желтые карточки за симуляцию. Кстати, именно Серхи нарушил правила на Шевченко, после чего был назначен пенальти. То есть, вот, пожалуйста, один из кузнецов успеха Динамо в этом матче, это тот самый левый защитник Барселоны Серхи. Но важно понимать, что Валерий Лобановский не стал менять ничего во втором тайме. То есть, даже когда команда оказалась в большинстве, все равно команда выполняла план на игру, который не собирался вообще никак меняться. От этого, кстати, и картина игры была таковой, что даже в меньшинстве во втором тайме Барселона играла активнее. Она создавала больше моментов, она пыталась что-то бить, хотя, опять же, моментов голевых как таковых не было. Долгое время один удар в створ это удар Ривалдо со штрафного. Все, с игры никто в ворота не попадал там до самых-самых последних минут. Поэтому Динамо отдает мяч Барселоне. Потом, когда Барселона выдыхается, Динамо берет игру опять в свои руки. Тот же самый план, что и был в первом тайме. И вот когда Барселона бесцельно набегалась и выдохлась за 15 минут до конца, и зрители уже тоже устали и тоже начали уходить со стадиона, в этот момент плановый взрыв и 0-4. Кстати, заметьте, вот в этом моменте прессинг все отмечают, прессинг Шевченко, прессинг Реброва, но также, к сожалению, из-за качества картинки. Непонятно, кто это был, но там был еще и третий человек. То есть, Динамо Киев на чужой половине поля, выигрывая в счете 3-0, полностью сделав игру, идет прессинг, в абсолютно грамотный, они втроем создают линию, перекрывают все варианты для передач. Игроку с мячом, тот в панике, принимается неправильное решение, 4-0, вынимай, вот так концовка. Но самый крутой момент лично для меня происходит в этом матче уже после четвертого гола. Самая концовка поединка. Матч выигран, соперник уничтожен, соперник повержен, легендарные белые платочки, болельщики Барселоны признают величие Киевского Динамо, но даже в этом случае, даже так, Динамо никак не позволяет себе не выдержать оборонительную структуру. Команда играет в прессинге даже при счете 4-0. Команда держит все свои зоны. Команда четко выполняет установку тренера, даже когда полностью уничтожила уже соперника. Вот подобного взаимодействия, подобной, можно сказать, дисциплины, окей, можно сказать, дисциплины, хотя это не совсем правильное слово, но окей, можно добиться лишь в команде, которая полностью доверяет своему тренеру. Возможно, эта команда боялась этого тренера, возможно, что-то еще, но она ему точно доверяла. Вот так вот игра и закончилась, когда Динамо ни на секундочку так и не ослабила свою удавку на шее именитой, превосходящей в классе и индивидуальном мастерстве Барселоны с Луишем Фигу, с Ревалду и со всеми остальными. Это не просто победа киевского Динамо над Барселоной, это личная победа Валерия Лобановского над Луи Ван Галом, которую он, не стесняясь, это очень редко бывало у Лобановского, не стесняясь на послематчевом интервью называл тактической победой. Мы переиграли соперника тактически. Это было особенно видно, конечно же, в командном передвижении, в командном прессинге, в отборе, в перестроениях, в задачах, в личных задачах игроков, то, о чем мы говорили, в проявлении тотального футбола. Вот именно поэтому Лобановский называет эту победу над Барселоной тактической. Но теперь нотка справедливости, потому что нельзя без нее обойтись. Действительно ли было киевское Динамо настолько сильнее Барселоны, чтобы так унизить ее на ее же стадионе. Если мы вернемся в контекст того матча, если мы перенесемся мысленно в тот самый день, 5 ноября 97-го года, то мы не можем пройти мимо нескольких важных фактов. За 4 дня до этого поединка Барселона провела тяжелейшее Эль Классико на поле Реала и выиграла его 3-2. Оставили очень много сил. У них было много травмированных. Многие не смогли сыграть за Барселону в данном поединке. Мы понимали, что очень много сил игроки Барселоны отдали в Мадриде против Реала. К тому же у них целая группа игроков травмирована. Поэтому, безусловно, это сказалось на игре. Ну и кроме того, у них на скамейке запасных было всего лишь 3 полевых футболиста. 2 полузащитника и пуйоль. Все больше выпускать, усиливать атаку, освежить атаку было просто неким. И это не могло не повлиять. У Динамо, например, была полная заявка. Это очень сильно помогло команде Лобановского, когда во втором тайме нужно было поменять травмированного Гусина и уставшего Лужного. Если взять даже последнюю игру Барселона, Реал, когда она выиграла 3-2, ну почему она сейчас так не играла? Потому что мы ей не позволили это сделать. Вот и весь ответ на ваш вопрос. И вот это вот все вместе тактическое преимущество Динамо и очень слабая физическая подготовка Барселоны к этому матчу, а точнее просто они играли на фоне усталости и дало такой разгромный результат. Но нет никаких отмазок у Барселоны, потому что то, что Динамо сильнее, чем та Барселона, было понятно еще двумя неделями ранее, когда киевляне обыграли Барсу у себя дома 3-0. Поэтому здесь никаких отмазок быть не может. Просто при готовой Барселоне и при полностью готовой Барселоне результат возможно был бы поскромнее. И кто знает, возможно этот матч повлиял на будущего тренера Хосепа Гвардиолу, который сидел на трибунах в качестве травмированного капитана Барселоны и получал бесценный урок футбола будущего. На этом все. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то лайк, комментарий, поделитесь этим видео, если оно вам понравилось. Но в комментариях также не забудьте написать, о каком же следующем матче мы будем снимать легендарный обзор. И среди нескольких самых залайканных я и выберу следующих героев. Играйте в футбол. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин